друзья всем привет на днях мы получили поставку ангоры от бренда vented italia и я решила записать такой достаточно большой обзор этой пряжи оттенков которые пришли и изделий из нее приглашаю вас к просмотру если вам интересно вязание если вы любите смотреть подробные обзоры если вам нравится пушистая пряжа то пожалуйста присоединяйтесь будем разглядывать я думаю что многим из вас эта пряжа хорошо знакома она достаточно давно существует на рынке и уже заслуженно завоевала всеобщую любовь я тоже в числе фанатов этой пряжи вяжу из этой ниточки довольно часто но каждый год что-то новенькое у меня появляется если же вы не знакомы то давайте познакомимся и так vented italia ангора рыбит это пряжа состоящие из 70 процентов пуха ангорского кролика и 30 процентов нейлона преимущественно в палитре присутствуют нежные оттенки но есть несколько ярких метраж 50 грамм 350 метров очень тоненькая ниточка вот такая но уже как видите пушистенькая как показала практика даже в одну нить изделия из нее получаются очень-очень пушистыми ну и сразу оговорюсь забегаю вперед что степень пушистости изделий зависит еще и от цвета какие-то оттенки более пушистые какие-то менее пушистые но все равно пух она свой выдает конечно если вы планируете вязать из этой пряжи аксессуары то лучше вязать ее в несколько сложений начиная с двух шапочки бини простые легкие можно вязать в 2 нити для этого вам будет достаточно всего одного моточка если же вы хотите изделия потеплее например варежки то там уже вяжут в 3 в 4 нити шапки ушанки вяжут в 4-5 сложений если вы хотите какой-то джим пирог легенький то можно связать в одну нить если хотите изделия потолще потеплее попушистее можно вязать в 2 нити вот в общем здесь все зависит от того какое изделие вы хотите получить насколько теплые и так давайте наверное мы с вами сейчас и посмотрим изделия которые у меня есть из этой пряжи а потом уже перейдем к обзору палитры итак начнем с последнего изделия которое появилось в моем гардеробе из ангоры рыбит это вот такой замечательный джемпер с косами которые вязала в рамках тестирования у юлии стариковой сразу скажу что ссылочку на описание вы найдете в инфобоксе под кнопочкой еще вот такой замечательный джемпер он очень легкий очень нежный воздушный я вязала его в одну нить на спицах номер 4 эти спицы достаточно толстые для такой тонкой пряжи но вязалась при этом очень комфортно как будто так и должно быть пух раскрывался уже в процессе вязания стирка придала еще больший эффект вот этой пушистости еще более раскрыла ангору посмотрите как это выглядит если вы любите пушистые изделия то вы конечно не останетесь равнодушными к тому что вы сейчас видите да это один из самых пушистых оттенков номер 22 называется серебро он уже моточки видно какой пушистенький он уже показывает свой ворс вот на такой джемпер небольшого размера он тем не менее он 50 сантиметров ширину такой свободной посадки на размер xs у меня ушло всего лишь три с половиной мотка этот джемпер весит 175 грамм потрясающий расход при этом он очень теплый его можно носить зимой под куртку несмотря на то что он очень-очень тоненький вот и в нем вы конечно не замерзнуть ангор это очень теплая пряжа дальше у меня связался из ангоры вот такой берет но здесь присутствует не только ангоры вы видите да что он поблескивает сияет я вязала этот берет из двух нитей ангоры сочетании с двумя нитями дополнительной пряжи это была такая экспериментальная пряжа которую я заказывала для пробы это шерстяная ниточка на которую нанизан люрекс и вот такие микро пайетки по толщине они схожи с ангорой поэтому например если вы хотите получить такое полотно без люрекса и пайеток вы можете вязать в четыре нити такой беретик посмотрите какое плотное полотно будет очень теплый очень пушистый я его стирала в машине при стирке в машине пряжа распушается намного больше чем при стирке вручную если вы хотите получить такой эффект супер пушистости то нужно конечно стирать в машине но при этом сначала при экспериментировать на образце потому что при стирке в машине ангора подсаживается и чтобы не получить неприятного неожиданного результата вам нужно поэкспериментировать на образце я уже все эксперименты провела свою машинку знаю и уже без страха стираю все это в машине особенно например оттенки которые не самые пушистые вот например вот этот серебристый я не стала стирать в машине потому что он и без этой активной стирки уже очень пушистый а вот этот оттенок он менее пушистый для того чтобы выбить из него вот этот пух его нужно было постирать более активно машине что я и сделала еще одно плечевое изделие из ангоры это вот такой пуловер он очень широкий оверсайз и тоже очень пушистый его я вязала из оттенка номер 38 нежно-голубой в две ниточки он уже более плотный чем тот косичковый джемпер его я тоже стирала в машине посмотрите какой красивый пушок вышел из ангорки видите многие например думают что это ангора не пушистая потому что в матке она не показывает такого активного пуха и многим кажется что она такой останется и да когда вы будете вязать не все оттенки будут вам сразу показывать себя в своей красе но после правильной стирки вы будете приятно удивлены всю информацию по расходу я подпишу в инфобоксе под кнопочкой еще чтобы мне вам сейчас ничего не наврать потому что я не помню нужно смотреть записи и всю информацию я вам подпишу вот этот кардиган ажурный тоже хочу вам показать несмотря на то что он связан с ангоры другой марки но на самом деле это не имеет никакого значения потому что у них одинаковый метраж и даже палитра одинаковые практически до сюда этот оттенок он прям один в один и тоже думаю что можно показать вам что можно вязать и ажурные изделия из этой пряжи и вот такие ажуры достаточно крупные ангоры не забивает своим пухом то есть вся эта нежность легкость воздушность у вас остается в этом изделии мастер-классный это журный кардиган вы также можете найти у юлии стариковой описание очень красивый связан в одну ниточку расход всего 3 моточка несмотря на его внушительную ширину но очень свободный здесь наверное около 60 сантиметров вот всего три матка но благодаря ажуру также из ангоры естественно у меня есть варежки мои самые любимые самые теплые варежки их не вязала моя свекровь давайте покажу сначала вот этим они связаны из ангоры в цвете номер 12 маренга вот такой темно-серый спросите оттенок видите когда ангора распушается она немножко меняет свой оттенок становится более светлый этот пух который раскрывается он немножечко так делает нежнее этот оттенок такой более седой более светлый до варежки связаны в три ниточки ушло всего полтора мотка сразу покажу вам лайфхак я постоянно теряю варежки и перчатки и мы вот со свекровью решили пришивать такие мне резиночки потому что правда уже столько потеряно изделий частности варежек перчаток что не хочется с этими варежками мне не хотелось расставаться мне было страшно их потерять поэтому вот мы решили пришить мне вот такие штуки очень удобно кстати скинул и они вот так висят на руке в общем неудобно одной рукой вот а вот эти варежки связаны из ниточки ангоры в сочетании с нитью носочной пряжи infinity magic ангора здесь в этом же оттенке infinity magic светло-серой ведь какой красивый меланжевый эффект они уже более тонкие не менее пушистые на такую более теплую погоду когда вот в таких варежках очень жарко тоже есть резиночки пришита чуть-чуть по-другому сбоку вот но я думаю на этом с изделиями закончим и перейдем к обзору палитры которая у нас есть сейчас наличие у нас неполная палитра сейчас 18 оттенков очень красивых сейчас покажу так давайте начнем с базовых оттенков и будем переходить потихоньку к ярким и так номер 01 белый это не белоснежный цвет он скорее кремовый такой с легкой легкой желтинкой очень красивый нежный приятный цвет дальше номер 07 у нас он называется лен это такой цвет неокрашенной шерсти где-то его других местах называют суровый этим словом называют неокрашенную шерсть оттенок суровый вот он такой бежевый тоже кремово-бежевый очень красивый часто его просят показать сравнить вот с этим оттенком между этими двумя часто выбирают это номер 31 жемчужный но на самом деле когда они вместе то видна разница очень сильная когда смотришь фото отдельно на сайте кажется что это что-то из одной оперы но на самом деле нет они совершенно разные номер 07 он такой более желтенький более бежевый а номер 31 жемчужный у него есть такой легкий розоватый потом такой серовато-бежевый или пудрово-бежевый очень сложный цвет красивый их наверное оба можно отнести к палитре бежевых оттенков но они совершенно разные этот холодный это более теплый этот желтинка здесь совершенно нет желтизны она отсутствует далее перейдем к серым цветам номер 22 называется серебро это оттенок из которого связан вот этот косичковый джемпер светло-светло-серый цвет один из самых пушистых оттенков номер 11 светло-серый меланж тоже очень пушистый оттенок видите да он неоднородный тоже такой спросить ю очень красивый цвет и самый темный из серых это маренга номер 12 варежки связаны именно из этого цвета такой графит с проседью перейдем к палитре розовых оттенков номер 14 пыльно-розовый один из самых притягательных самых любимых нашими покупателями оттенков самых востребованных и самых пушистых посмотрите тоже какой пух он уже нам показывает в изделии он распушится еще сильнее его можно отнести к пудровым оттенком не всем подойдет такой цвет конечно он очень сложный но это не мешает ему оставаться одним из самых популярных дальше номер 28 клевер это уже более чистый розовый более нежный светлый и он еще более пушистый посмотрите какой он красавчик он будет примерно вот такое же в изделии очень активный пух будет у него свежающий цвет очень приятный далее номер 40 оттенок называется черничный йогурт такой насыщенный ягодный цвет но при этом не слишком яркий уже очень красивый на него похож оттенок 29 брусника но он это тот оттенок из которого связан этот берет он более приглушенный посмотрите более спокойный сороковой оттенок поярче также сюда к розовым отнесем номер 08 пудра но это среднее что-то между персиком и пудрой персиковым и розовым тоже очень пушистеньким и самый яркий самый сочный номер 42 розовый не он барби фуксия называйте как хотите но это просто писк сейчас хит потрясающий цвет если вы хотите быть яркой этой зимой то вам нужно обязательно присмотреться именно к этому оттенку он потрясающий также сейчас у нас присутствует в палитре 3 оттенка зеленого это номер 25 изумрудный это наверное единственный цвет который вообще никак не хочет передаваться на камеру он всегда передается неправильно на самом деле он более зеленый сейчас вот камера передает его как какой-то петрольный оттенок такой сине-зеленый но нет это красивый глубокий изумрудный цвет не такой темный как сейчас вы видите посмотрите фото на сайте там он более правильно передам номер 13 я показывала вам ажурный кардиган вот это именно этот оттенок его нельзя однозначно назвать зеленым он такой приглушенно зеленый бирюзовый зеленый припыленный тоже очень очень красивый и сюда же в эту группу отнесем мятный цвет номер 37 у нас называется айсберг очень светлый нежный кто-то назовет его тиффани как ни назови он прекрасен мы перейдем к последней группе это сиреневые и голубые оттенки номер 02 вот такая сирень тоже очень нежный такой весенний цвет потрясающе красивый тоже один из самых самых популярных у нас номер 38 светло-голубой из этого оттенка я вам показывала пуловер связанный в две нити очень красивый цвет особенно если у вас голубые глаза вам этот цвет просто показаны очень красиво будет смотреться в зимней атмосфере он такой морозный свежий зимний оттенок и есть голубой более насыщенный номер три более яркий чуть темнее чем 38 и более насыщенный и так вот такая палитра из 18 оттенков сейчас есть в нашем магазине ссылку на ангору я оставлю также в инфобоксе под кнопочкой еще на сегодняшний день моточек этой пряжи стоит 450 рублей это наверное одна из немногих пряж на которую цена не выросла по сравнению с прошлым сезоном повторюсь по расходу на шапочку бине в две нити вам понадобится всего лишь один моток если хотите вязать в 3 нити то уже нужно будет полтора моточка ну то есть два мотка нужно приобретать на вот варежки в 3 нити например они связаны с полутора мотков вот на джемпер от трех мотков в одну нить ну две нити соответственно там уже от пяти мотков 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 мотки Субтитры подогнал «Симон»